Agile Coach это такой, как это, местами редкий зверь. Есть одно хорошее качество, да ваш Scrum никогда не работает, ну и так далее. Этому в университете точно не учатся. Самая любимая часть работы это просто наличие самой работы. Scrum говорит всего лишь навсего про одну команду. Приехал в город-миллионник, и тебе надо как-то этот город организовать. Если всех все устраивает, то никаких изменений не будет. Всем привет, зовут меня Саньков Анатолий. В ЕПАМе больше 14 лет, в разных должностях, ролях и так далее. И последние, наверное, 12 с хвостиком лет, так или иначе, все мои роли связаны с Agile, с Agile проектами. Почему Agile Coach? Вопрос хороший. В ЕПАМе так исторически сложилось, что у людей есть разные тайтлы и есть разные роли. Так вот по тайтлу я совершенно не Agile Coach, и было большое количество вопросов в свое время. Готов ли я идти на delivery менеджера, на Agile Coach и так далее. И на текущий момент у меня ответ остается тот же самый. Что это для меня откроет или что это для меня закроет. Поэтому в смысле активности, чего хотелось бы получить, это все-таки доставить клиенту то, что клиент хочет. А Agile Coach это скорее способ доставить это наиболее эффективно или помочь команде. Этому учат в университете? Этому в университете точно не учат. Чем ты отличаешься от менеджера? Хороший вопрос. На самом деле здесь есть несколько ответов. С одной стороны, можно сказать ничем, потому что, на мой взгляд, нормальный менеджер должен быть в том числе хорошим коучем. Поэтому менеджер – это человек, который помогает достижению целей. А вот каким способом помогает? То есть это command and control, когда я пришел и рассказал, что каждому делать. Или есть другой подход, когда ты на самом деле помогаешь людям достигать их целей и в итоге достигать результата проекта. Как ты стал Agile Coach? Наверное, стоит все-таки вернуться к тому, что даже в своей подписи приставку Agile Coach я добавил не так давно. У меня еще до сих пор есть какая-то проблема с самоидентификацией. То есть я не готов ставить впереди Agile Coach, а потом ставить что-то другое. Потому что для меня все-таки Agile Coach – это средство достижения, нежели тайтл, должность, все что угодно. Что общего у тебя и у тренера по футболу? Скажем так, у тренера по футболу есть несколько вариантов. И мне больше всего нравится вариант играющего тренера. То есть это тот человек, который не только может как-то научить, но на самом деле этот человек обладает таким же знанием и таким же опытом. И этот опыт пытается отдать другим. То есть как тренер в футболе отдать своим игрокам. И для меня, скажем так, тренер, который не понимает, что рассказывает, это скорее отрицательная часть. Нужно ли тебе уметь программировать? Мне недавно понравился ответ. Я инженер. И совершенно не важно, что моя должность сейчас называется Delivery Manager. Поэтому то, что я инженер, это и большое количество вещей за этим. То есть в этой ситуации я бы сказал немножко не так. То есть писать код, еще что-то. Очень важно понимать вообще, каким образом создается ценность. И на самом деле, если ты понимаешь только кусочек написания кода или только кусочек создания требований, бизнес-анализ, или кусочек, как это тестировать, ты себя заведомо ограничиваешь. Поэтому в этой ситуации очень плохо, когда люди себя ограничивают. Поэтому если ты понимаешь поток доставки ценностей, и в этой части ты еще в какой-то из них являешься экспертом, то есть здесь как эта идея T-shape, E-shape. То есть как раз T-shape ты чуть-чуть знаешь по нескольким вещам. То есть у тебя несколько primary skills. E-shape, когда у тебя количество этих primary skills и как раз таки вот с точки зрения цепочки доставки ценностей, то есть от возникновения идеи до того, как клиент начал этим пользоваться, то ты просто более успешен. Поэтому написание кода или еще что-то, это всего лишь одна из частей, которая привносит достаточно много, скажем так, полезной информации вообще в понимании, как создается продукт или результат. Какие качества нужны, чтобы быть хорошим agile коучем? Есть одно хорошее качество. На самом деле я им не настолько хорошо обладаю. Это уметь слушать, слышать и стараться не перебивать. Вот у меня иногда бывает с каждым из этих, скажем так, качеств проблемы, потому что иногда слушать, ты вроде уже для себя решил, как правильно и хочешь донести. Вот, слышать, это на самом деле слышать в противоположную сторону. И на самом деле очень хорошо, когда есть несколько мнений. И как раз таки в ситуации, когда есть несколько мнений, потенциально может родиться еще какое-то решение, которое является там синергией остальных. Ну и не перебивать, это как раз таки возможно в каждом случае. Поэтому это достаточно важное качество, очень нужное. И чем человек лучше ими владеет, тем это лучше для общего дела. На каком этапе проекта чаще всего нужен agile коуч? Я бы сказал, нужен в любой момент. Здесь скорее ситуация какая? Чем раньше у нас есть человек, который может посмотреть на это со стороны, скажем так, процессной, там, со стороны, там, организации людей, со стороны каких-то других вещей, чем мы на более безопасной стороне. То есть я видел часто ситуации, когда считают, что agile коуч не нужен. Но здесь снова возвращаемся к одному из предыдущих ответов. Это не должен быть обязательно выделенный человек, который вот такой, там, не знаю, с тайтлом, ролью, там, agile коуч. Это вполне может быть просто тот же менеджер, но обладающий необходимыми навыками, скиллами для того, чтобы какие-то вещи не упускать. Часто вот в силу того, что у нас фокус на определенные какие-то вещи, то есть какие-то вещи, ну, упускаются, и термин, там, или позиция, или роль agile коуча становится все более и более важной, нужной. Scrum или Kanban? Вопрос хороший, особенно если учесть, что я сертифицированный по Scrum. Правда, я там далеко не пошел, то есть это Scrum Master, Product Owner. Вот по Kanban у меня на самом деле больше там ачивок в виде KMP, KACP, AKT. Кто с Kanban университетом знаком, поймет, что это не ругательство. В этой ситуации меня, скорее, больше волнует немножко другая подоплека. Scrum говорит всего лишь навсего про одну команду. То есть Scrum вообще ничего не отвечает, а что нам делать, если там 2-3, а что нам делать, если тысяча команд. Поэтому в этой ситуации я все-таки стараюсь смотреть на картинку сверху и пытаться думать, что произойдет, если у нас хотя бы там несколько десятков команд, и как это организовать. Поэтому там скейлинг фреймворки, которые на самом деле используют на командном уровне Scrum и Kanban, это то, на что я сам больше фокусируюсь. Ну и если взять Kanban, то слово Kanban достаточно активно, широко применяется. Это то же самое, как взять слово проект. То есть одним словом называют большое количество сущностей. Вот я бы сейчас больше, как это на Kanban университет, именно на Kanban метод. То есть это метод по управлению untangible, то, что называется нематериальными ценностями, которые чаще создаются в IT-индустрии, в софтверной индустрии. И вот этот вот сам по себе метод применения улучшений, то есть улучшения существующих процессов, мне сейчас намного больше импонирует. Ну и если так даже взять по своему развитию, я больше сейчас последние 2 года вкладываю в скейлинг фреймворке. Один из них это Safe. И второй это в Kanban. Поэтому, как это, я понимаю, что я с начального скрама или Kanban ухожу, но я не считаю, что это там обязательный фокус. То есть понятно, что когда мы начинаем что-то, то хотелось бы, чтобы на командном уровне все было правильно. И вот здесь там неважно, какой фреймок мы выбираем, главное, чтобы команда доставляла результат. Но скорее стоит задумываться о том, как организовать сразу несколько команд, и это должно идти вместе там в параллель с формированием там команд и формированием больших команд. То есть, ну, когда команда команда. Как бы ты объяснил Safe двухлетнему ребенку? Да без проблем. Мне это, на самом деле, всегда проще представлять там где-то на каких-то противоположностях. Вот. И часто бывает там вот один человек, два человека, десять человек. То есть мы немножко увеличиваем и думаем, вот как заставить людей вместе с собой, между собой взаимодействовать хорошо, приносить какой-то результат. Вот. А теперь представь, что ты, как это, приехал в город-миллионник, и тебе надо как-то этот город организовать. Вот Safe предназначен для того, чтобы без проблем организовать работу города-миллионника. А может и больше. Не в двух словах, но... Почему Scaled Agile такой сложный? Наверное, начнем от двух этих слов. Scaled Agile. Scaled Agile — это вообще подход скейлинга. Это как бы одна составляющая. Но есть и фреймворк, который и организация называется Scaled Agile Inc., которая разрабатывает уже порядка десяти лет фреймворк, который называется кратко Safe. И здесь можно как-то посмотреть на две вещи. Можно посмотреть просто на Scaled Agile. И ситуация сложная, да просто потому, что когда нас на самом деле вот миллион, то есть город-миллионник, не так легко представить, а вообще эту махину. И как эта машина должна там работать, жить. То есть само по себе это не очень как бы просто. Если посмотреть теперь на фреймворк, то этот фреймворк как раз-таки и разрабатывался с идеей, что у нас есть Enterprise, нас уже там несколько десятков, сотен тысяч. И нам уже надо думать, как улучшаться. Поэтому здесь, когда мы говорим про сложные системы, сложные организации, вряд ли что-то простое в плане подхода может там решить все проблемы. Хотя, на мой взгляд, то есть мое первое впечатление, я помню, от Safe было, что это такой тяжеловесный фреймворк, при том это ватерфольный фреймворк. Вот, и на него всего лишь навсего одета маска Agile для того, чтобы лучше продавалось. Ну, то есть, грубо говоря, 10 лет назад Agile был очень популярен. Вот, и сейчас у меня есть очень короткий ответ. То есть, когда мне люди говорят, что Safe это ватерфол, я им просто предлагаю идти часть учить. Потому что, на самом деле, все, что я больше и больше понимаю и знаю про Safe, то есть я не могу сказать, что я там просто там счастлив от этого фреймворка, что меня там в нем все устраивает. То есть, там хватает вещей, хватает нюансов, но это тот фреймворк, который сам себя развивает и помогает организациями больше и больше применять Lean и Agile подходов, Lean и Agile принципов и практик для того, чтобы улучшать и себя, и результаты, которые мы приносим своим клиентам. Поздороваешься ли ты за руку с ватерфольщиком? Конечно. На самом деле, если говорить про Safe, вот, еще в свое время, когда там я был на одном из первых тренингов по Safe с людьми, которые были уровня Safe Fellow, это гуру в мире Safe, вот, Safe Fellow, то был вопрос, а почему Safe настолько популярен. Ну, то есть, если сравнивать, допустим, State of Agile, то вот результаты 19-го, точнее, 13-я версия, это за 18-й год 30% скейлинга именно рынка, следующий, это результаты уже за 19-й год, то есть, это вышел отчет в прошлом году, там 35% и вопрос был там от меня, которая, в чем такая успешность? Ну, было приведено несколько пунктов, ну, во-первых, там достаточно много инвестирует в комьюнити, второе, там, как это, еще какие-то вещи, но одна была из тоже таких очень важных вещей, мы никого не посылаем. Более того, у Safe есть отдельный выделенный уровень, где предлагается и рассказывается, как внедрить в этом энтерпрайзе подразделения или вендоров, которые совсем не отжар. Неважно, по какой причине они не готовы быть, то есть, есть факт, эти люди работают таким образом, и нам нравится их результат работы, мы хотим результат их работы вставить в Safe, который на самом деле там Lean Agile Framework. У Safe есть ответы, как это стоит сделать. Расскажи, пожалуйста, про самый сложный опыт трансформации в Agile. Я бы, наверное, сказал не самый сложный опыт, а самый, скажем так, тут тоже какое прилагательное, правильное вставить. С Agile есть какая проблема? Очень часто люди делают трансформацию не организации, не команды, а делают адаптацию терминологии. Простой пример. У нас был какой-то подход. Мы с завтрашнего дня работаем по скраму. Соответственно, тот проектный менеджер, который у нас был проектным менеджером, с завтрашнего дня называется скрам-мастером. Кого-то мы выделяем и говорим, теперь ты продакт-тоунер, ну и так далее. В этой ситуации события вдруг становятся церемониями, потому что события, как правило, ивенты с точки зрения скрама, они всегда имеют под собой смысл. Церемонии – это следование некой традиции. Ну, то есть вот в фреймворке написано, должен быть там планинг, должен быть ревью, ретроспектива. И мы фактически как-то натягиваем маску, то есть по большому счету мы ничего не поменяли, а мы сделали трансформацию, и теперь у нас терминология используется, но с точки зрения там реальных изменений ничего не произошло. То есть вот это вот, наверное, самый худший кейс, какой бы трансформации ни было, то есть вот это самый худший кейс, когда мы трансформировали или там адаптировали всего лишь навсего терминологию, не поменяв ничего. Это не очень легко, скажем так, потом демонстрировать и показывать. Ну, то есть, когда говорят, у тебя вот какие-то формальные признаки соблюдены, то есть это намного тяжелее показывать, почему это не работает, и почему люди вот точно так же говорят, да, ваш скрам никогда не работает, ну и так далее. вместо скрама можно вставить на самом деле любое слово то есть когда вы всего лишь навсего применили терминологию но не помню не применили сущность любого подхода любого принципа и даже не важно там фреймворком вы там потом с чистой совестью как бы говорить она не работает потому что у меня не получилось за agile будущее на самом деле вот вспоминал тренинг по сейфу и я тогда скажем так более предметно посмотрел на такой интересную картинку когда по одной оси откладывается лин а по другой оси откладывается agile и на самом деле эти два подхода это такой холиварный вопрос то есть входит ли лин в agile или входит ли в agile в лин вот это там на мой взгляд два подхода которые с одной стороны как бы не то чтобы дополняют друг друга но вполне существует в параллель вот и я не очень готов отказаться от одного в пользу другого притом неважно в сторону какого то есть agile это итеративный подход это эмпирический подход когда мы что-то делаем проверяя результат вот лин это все-таки подход изменений мелкими шажками вот и меня в этом году просто убил один пример когда пример по поводу agile и эмпирических как раз такие вещей у вас есть возможность идти домой или длинным маршрутом по светлой улице там все освещено все нормально или закоулочком и в этой ситуации вы выбираете идти закоулочком получаете ножичком под ребро и попробуйте эмпирически потом проанализировав все это повторить это действие так что вот как это когда говорят обжайл везде работает на самом деле можно найти много вещей где agile или не работает вообще или он является избыточным может ли быть аджальный проект без аджальной компании да без проблем ну то есть смотрите то каким образом где-то кто-то наверху репортает результаты совершенно не равно тому как внутри это работает то есть по большому счету для вас что-то может являться черным ящиком и вы видите результаты черного ящика что происходит внутри черного ящика это скажем так уже на совести того кто находится внутри и приносит какой-то результат согласен ли ты с принципом работает не трогай с учетом моего большого саппортового опыта в том числе это первое правило саппортера там не трогай работающий код поэтому в этой ситуации на самом деле здесь это в том числе пляшет от канбан метода то есть по большому счету если всех все устраивает то никаких изменений не будет то есть это как это немножко с другой стороны вот это не значит что это работает и не трогай здесь взгляд с той стороны что если всех устраивает вовлеченных то есть команду которая доставляет код там клиента который результат там получит и так далее то есть если все устраивает любое там изменение она будет вызывать противодействие от всех вовлеченных а вот если есть какие-то проблемы так называемые с точки зрения канбан метода стресса то есть это значит что что-то кого-то не устраивает то потенциально вот это вот . для того чтобы там что-то поменять в каком месте ты видел самый образцовый agile на самом деле ни в каком потому что я очень люблю вещи которые что называется там сделаны абсолютно четко по книжке потому что в книжках там любой фреймворк который не возьми там написаны некоторые точки там там или некоторые роли или некоторые события то есть фреймворк это всегда там перечень каких-то вещей там которые должны соблюдаться но при этом во фреймворке многие вещи они просто не опущены ну то есть там взять тот же сейф вот сейф ничего не говорит там про line менеджеров там еще что-то хотя там последнее время появились там мысли идеи там о том что менеджер это все-таки человек который должен растить людей то есть растить в плане там компетенции знаний и так далее вот но большое количество вещей на просто не затрагивается поэтому сказать что вот этот вот не знаю там идеально еще что-то вопрос скорее такой то есть мы результат который ожидался получаем или не получаем вот основа возвращаемся что внутри у нас может быть просто черный ящик вот и если все всех устраивает то значит мы дальше будем продолжать также двигаться расскажи про твой типичный рабочий день здесь наверное можно рассказать скорее про типичный рабочий месяц чем про типичный рабочий день потому что неделя на неделю не приходится и в этой ситуации просто как это один день может очень радикально отличаться от другого поэтому здесь можно как это поделить месяц на несколько типов активности которые в него попадают всегда есть какая-то продакшн загрузка то есть это достаточно кусок серьезный рабочего времени и он в любом случае занимает там большую часть любого рабочего дня если взять последние несколько лет то это активная работа в рамках центра компетенции здесь можно тоже как это работу раскидать ну это скажем так это скорее то что больше относится наверное там именно аджайл активностям то есть это какие-то запросы которые приходят от наших клиентов от наших аккаунтов от наших проектов это какие-то активности связанные с тренингами с обучением и так далее то есть здесь много вещей которые попадают сверх этого можно взять еще это просто проведение там тренингов ну то есть где-то так на такие три части можно положить большие хотя часто хватает ну других активностей там в рамках департамента в драм в рамках еще там каких-то вещей то есть та же ресурсная группа время отъедает ну вот я бы на три такие большие части отделил и четвертое то скажем так еще что-то которое всегда тоже есть тяжело ли продавать клиентам услуги agile коуча здесь вопрос скорее надо иначе поставить agile коуч это такой как это местами редкий зверь соответственно должен стоить достаточно больших денег вот продавать за дорого всегда сложно продавать за дешево то есть как это за бесплатно наверное достаточно просто поэтому вот здесь вот скорее там некая золотая середина для того чтобы мы считали это скажем так эффективным там для епама как для организации с точки зрения бизнеса и мы получали все-таки это работа когда agile может вредить работе agile не всегда во первых применим и не всегда приносит хороший результат когда мне допустим говорят что agile можно применить где угодно я предлагаю построить дом по agile ну то есть вот строим и вот этот вот офис и вот и первым у меня должен заехать там отдел x и обязательно на пятый этаж вот сразу и на пятый обычно у людей как это обратная реакция там вау наверное по agile там строить ничего нельзя он тогда предлагаю следующий подход а вот теперь представьте у вас там какой-то этаж построен вот кто мешает в параллель используя agile подходы делать ремонт то есть вы это вполне можете делать поэтому здесь там есть вещи когда agile просто не применим и с этим мы там ничего сделать не можем то есть это тип работ или тип каких-то вещей там ну то есть построить здание без следования определенным там вещам то есть это там не знаю следование грунта еще что то и таких вещей можно много привести в любых отраслях которые просто не позволяют применять agile как таковой но при этом здесь есть другая сторона медали в рамках линая джайла есть большое количество практик которые любой ватар фоль ный проект делают лучше простые практики definition of ready или definition of done замечательно себе используются ватар фолли то есть для того чтобы начать работу там у нас должно быть там и вот пожалуйста райдер что у нас должно быть сделано или следующий то есть вот приемка когда вы приходите принимаете работу неважно как работа была сделана но вы этим принципом там этой практикой замечательно можете пользоваться какая любимая часть работы наверное самая любимая часть работы это просто наличие самой работы если так смотреть то наверное возможность делиться знаниями опытом с людьми то есть на текущий момент это там достаточно большой кусок работы в которую но она даже не всегда еще работа то есть это то куда достаточно могут инвестировать то есть за последние три года я наверное как это посетил большое количество там мероприятий тренингов там ли сам читал какую-то литературу для того чтобы там с одной стороны повышать свою квалификацию а для того чтобы дальше как это помогать командам вот на уровне этого servant leadership то есть показывать как лучше делать и не просто приходите говорить там слушай меня а показывать как люди могут у себя найти наилучшие результаты вот и в том числе вот как это делиться своими знаниями опытом когда люди готовы это слушать и слышит главные ошибки agile коуча я наверное перечислил там в самом начале три таких пункта то есть это слышит слышит слушать там туда еще можно несколько таких вещей добавить но они все как раз таки находятся в той сфере что для того чтобы помочь людям ты на самом деле для начала должен все-таки понимать контекст а если ты приходишь в какой-то момент то часто ты контекста просто не знаешь вот это часто ситуация когда у нас уже проблемы мы знаем что есть проблемы то есть дорогой agile коуч нам можешь про это не говорить а вот теперь помоги нам на идентифицировать с какой стороны подход подойти к этому то есть какой проблемы начать решать и так далее то есть вот эта вот ситуация для чего слушать чтобы получать контекст не вот и вторая ситуация agile коуч это не значит самый умный там самый образованный человек поэтому очень важная ситуация это когда ты привносишь какие-то изменения через что что люди должны понять что они нужны вот ситуация простая если люди считают что изменение принесет им лично вред то они будут делать все что угодно чтобы она не произошло поэтому вот это вот задача как это привлечь на свою сторону вот ну условно на свою то есть как это или найти что будет самым лучшим в данной ситуации это челлендж поэтому если человек пытается в какой-то момент не знаю там опускать руки еще что-нибудь ну вот то есть на каждом этапе можно сказать что ты получишь не то что ожидалось от тебя и на самом деле там ты сам по идее должен чувствовать что результат не достигнут это тоже составляющий что иногда человек бывает собой доволен круто классная замечательно сделал вот но при этом с другой стороны могут считать совсем не так то есть это тоже одна из таких проблем ну и как это в этой ситуации там сам стараюсь улучшаться то есть это не значит что я вот четко везде вот идеально соблюдаю эти вещи точно нет то есть я знаю вещи где я там и недавно наступал на такие грабли я так понимаю что еще где-то буду наступать ну то есть все мы люди вот и пытаемся как-то улучшаться твой топ любимых инструментов для работы самый главный инструмент это голова и руки наверное так то есть все остальные инструменты не меняются от контекста от обстоятельств когда ты говоришь про инструменты то ты должен понимать что ты когда приходишь куда-то то скажем так окружение оно может поменяться есть что-то что у тебя не меняется что называется by default вот это что не меняется ну условно не меняется то есть как я говорил там хотелось улучшаться там совершенствоваться но вот ты сам это то что как это приходит в любое окружение поэтому это голова знания опыт вот руки в этом смысле это скорее как там некая аллегория на то что руками что-то делать часто бывает что там свои свой любимый инструментарий ты не можешь применить там по разным причинам наверно можно там быть хорошим экспертом в некоторых тулах которые реально являются там доминирующим на рынке но не знаю там jira confluence там еще какие-нибудь можно там вспомнить вот но это не значит что придя там на какой-то новый проектом в новую команду ты не увидишь что чего-то совершенно до этого не видел на самом деле смотрите то есть что хотелось бы сказать что все джер подходы джер методы это наверное то что нам позволяет быть более успешными там в жизни в работе и так далее поэтому я бы предложил там с одной стороны людям не зацикливаться на не знаю там на каких-то фреймворках и так далее вот и очень важно соблюдать баланс между как обычно там между теорией практикой для того чтобы находить свою как это золотую середину вот для того чтобы находить то решение вот с применением там agile лин или других всевозможных подходов фреймворков практик которые вам позволяют достигать вашего результата и здесь совершенно не важно там что вы считаете результатом то есть как правило результат это то как вас оценивают люди которые вам заказывают какую-то работу вот и главное как это иметь возможность доставлять этот результат методы которыми вы доставляете до agile подходы они очень много где помогает но здесь надо тоже понимать ограничения что agile подходы лилин подходы вот они ну если скорее agile подхода они лучше работают там где у нас большая степень неопределенности лин подходы там в том числе канбан подход канбан метод вот они помогают нам в улучшении там существующих практик и результатов наверное так всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал а это Субтитры создавал DimaTorzok